Радио Воча Сперанцей Радио Воча Сперанцей Как питаться так, чтобы защитить себя, как питаться, чтобы, может быть, увеличить иммунитет, а, может быть, даже не навредить этому иммунитету. Поэтому сегодняшний наш выпуск посвящен питанию в периоде пандемии. Мы разделили нашу программу на четыре части, поэтому в каждой части у нас будет отдельная тема, поэтому мы будем обговаривать. Друзья мои, вы можете нас видеть по Фейсбуку и задавать нам прямые вопросы. Я напоминаю вам, что Фейсбук, РВС, все на латинице Молдова, то есть РВС Молдова. Также вы нас можете слушать на радиоволнах FM в Кишиневе 97.6, в Бельцах 103.5, во Флорештах 101.1, в Гладянах 101.8. Вы можете нам звонить в прямой эфир в нашу студию, на телефон нашей студии 062-01-4477. Ну что ж, давайте начнем нашу дискуссию. Питание во время пандемии. Вы знаете, наверное, я бы спросил, это такой общеобразовательный вопрос, и я надеюсь, вы нам поможете в этом смысле. Потому что, ну, как биохимик, как те действия, которые нам, у нас в организме происходят, это расщепление, вся эта сложная структура, организм, это такой, знаете, свой мир, мир в мире. Из чего состоит, по сути дела, наша еда, и почему она так нужна нашему организму? Наша еда состоит из белков, жиров и углеводов. Это такие макронутриенты, но также есть и микронутриенты. Макронутриенты – это витамины, минеральные вещества и фитохимические соединения. И вот сегодня мы поговорим обо всех этих составляющих еды и об их значении для нашего организма и для иммунитета в том числе, учитывая то, что мы находимся в условиях пандемии. Вы знаете, у меня к вам просьба, как к специалисту, пожалуйста, если вы говорите какой-то термин, пожалуйста, его объяснить, чтобы нашим зрителям и нашим слушателям было понятно, о чём говорим. Я постараюсь. Хорошо, значит, вы макро, это я понимаю, что большие элементы, то есть составляет, микро – это маленькие, фито – это растительное, и ещё что-то сказали. Витамины и минеральные вещества, они находятся и в животной, и в растительной пище, но, по сути дела, конечно, источником этого всего являются растения, потому что животные, употребляя растения в пищу, тоже имеют в себе эти вещества. Скажите, пожалуйста, почему они так важны для нашего организма, особенно вот в этот период пандемии? Ну, давайте по порядку. Давайте. Мы к этому ещё подойдём. Итак, белки, жиры и углеводы. Сейчас очень много есть систем питания, которые предлагают людям, например, ограничивать углеводы и питаться в основном белковой пищей. Или наоборот, белки игнорировать. Я слышал о раздельном питании. Да, больше употреблять углеводы. Кто-то говорит о кето-диетах, то есть делать такой акцент на жирах и тем самым получать питательные необходимые элементы для жизни, но только за счёт жиров в основном. То есть липиды. Да, что я хочу сказать сразу, что все эти подходы, они неправильные. Важно, чтобы питание было сбалансированным, то есть чтобы было определённое количество белков, жиров и углеводов. И вообще, по сути, нет отдельных таких продуктов, которые бы содержали только что-то одно. Либо белок, либо жир, либо углевод. Хотя, конечно, могут быть, например, куриное яйцо. Это в основном белки, хотя там есть и присутствуют жиры в желтке. Или, допустим, выжатое подсолнечное масло. Практически это только жир. Тем не менее, семечки подсолнуха, они содержат и углеводы, и жиры, и даже белки. То есть невозможно полностью разделить эти все нутриенты, и они все для нас важны. То есть не существует продукты питания, или, вернее сказать, наверное, растительного происхождения, то, что нам предлагает природа, не существует такого продукта, который вмещал в себя все элементы, и в то же самое время лишь только один. В основном каждый продукт содержит все элементы. Просто в той или иной пропорции, в том или ином количестве. Даже наша зелень огородная, например, укроп или петрушка, она содержит в себе и белки, и просто там около 2% белка. То есть очень мало. И углеводы, да. И даже какие-то там следы жира встречаются, потому что в каждой этой пряной зелени есть эфирные масла. Мы знаем запах петрушки, запах укропа. Это пахнет не что иное, как эфирные масла, которые являются производными жиров. Для нас это очень важно, и мы должны понимать, что для чего служит. Например, белки — это строительный материал для наших клеток. В основном, конечно же, мы состоим из белка. Углеводы, они тоже очень важны. Для нас это как бы основной источник энергии, быстрой энергии, та, что расходуется сейчас. А жиры — это как бы энергия, которая запасается впрок. И если мы посмотрим по калорийности белки, жиры и углеводы, то самые калорийные у нас жиры. Жиры самые калорийные. Да, самые калорийные. Один грамм жира составляет около 9 калорий, один грамм белка — 4, и один грамм углеводов тоже 4. Белки и углеводы равны по калорийности. Но, тем не менее, в различных системах питания белки и углеводы имеют разное значение. И они по-разному используются в составлении диет и картах питания для того, чтобы решать определенные вопросы, которые есть у человека. Например, если человек имеет сахарный диабет, то он имеет ограничения по углеводам. Если человек имеет проблемы с почками, то он имеет ограничения по употреблению белков. Потому что слишком много белков в питании дает большую нагрузку на почки. Вы знаете, всегда я так слышал и видел, что люди обычно опасаются липидов, то есть жиров. Настолько они плохие, то есть это такое, как будто нашими врагами организма, то есть врагами нашего организма, нашему здоровью. Насколько это оправдано? Жиры, конечно же, нам не враги. Важно количество того жира, который мы потребляем, ну и качество тоже имеет значение. Начну сразу, что есть жиры растительного происхождения и есть животные жиры. Так вот, животные — это насыщенные жиры. Они для нас тяжелые, и они, как правило, быстрее приводят к развитию атеросклероза. Растительные жиры не содержат холестерина, и это полиненасыщенные жирные кислоты. И из них самая, наверное, сейчас известная жирная кислота — это омега-3. Да, она разрекламирована, она очень полезна, а есть еще омега-6, омега-9, и эти все, и многие другие жирные кислоты, они содержатся в растительных жирах. Жиры нам необходимы для синтеза клеточных мембран, для синтеза некоторых стероидных гормонов. Холестерин нам необходим, и большая часть холестерина на самом деле синтезируется с самим организмом в печени. А если уже человек получает избыточное количество холестерина с пищей, то тогда уже, конечно, начинаются проблемы, потому что избыток холестерина, он, к сожалению, откладывается в сосудах в виде бляшек. То есть все эти элементы, о которых вы говорили, они все влияют на жизнедеятельность организма? Они нам необходимы. Невозможно жить без жира. Какое-то время можно обходиться, но недолго, потому что как только будут исчерпаны наши запасы в организме, то начнутся проблемы. Знаете, я запасся одним вопросом, что больше нужно употреблять? Протеины, липиды или углеводы? Но думаю, что об этом мы поговорим позже, потому что вопрос приготовлен насчет пищи, то есть здоровая, нездоровая. И это будет в следующем нашем отделении, о котором мы приготовили. Но вот сейчас, когда мы говорим о пандемии, что больше всего сжигается, употребляется или же чего нужно больше для организма? Какие элементы? Вопрос некорректный. Все нужно. Вот на самом деле нужно все. И белки нужны, и углеводы нужны, и жиры нужны, и витамины нужны, и минералы, и фитохимические вещества. Все нужно. Невозможно что-то выделить, что вот будем есть лук и чеснок, потому что это полезно, а при этом все остальное не так важно. Ну, вы знаете, сейчас есть очень большие вызовы, и они виральны, то есть циркулируют в киберпространстве, особенно на социальных сетях, где люди показывают этот вызов и отвечают на вызов. То есть кушают имбирь, просто кусками так глотают, ну, я так не могу. Да, я видела этот ролик. Чеснок, лук, потом лимон так съедает, даже не сморщивается. Насколько это правильно? И вызов таков, что в каждый день три раза в день питаться. Это невозможно. Вот попробуйте. Я сегодня буду говорить вам некоторые рекомендации о том, как повысить иммунитет, и я сама задала себе вопрос, когда вот готовилась, но это невозможно. Невозможно каждый день есть лук, каждый день есть чеснок, вот именно в сыром виде, вот как он предлагается, а то и два раза в день. Невозможно там этот имбирь в таких количествах поглощать каждый день. Это невозможно и это не нужно. На самом деле это не нужно. Самый золотой, наверное, принцип питания — это, во-первых, разнообразие. Нельзя скатываться к монодиете, даже если это суперполезный продукт, например, такой, как гречка. У нас был какой-то немножечко такой ажиотаж вокруг гречки, когда как бы её скупали. Гречка — очень хороший продукт. Тем не менее, нельзя питаться только гречкой. Нельзя питаться только макаронами, нельзя питаться только рисом, даже коричневым рисом, который полезный. Нельзя питаться только картошкой. Всё должно быть. И насколько я понимаю, все элементы — это химические элементы, биохимические элементы. И для того, чтобы они вошли в реакцию, усваивались, для того, чтобы расщеплялись, это должно быть в балансе. Конечно, не может быть одно без другого. Всё друг друга дополняет, во-первых. А во-вторых, вот то, что вы начали говорить, для того, чтобы это всё хорошо реагировало и всасывалось, нужны витамины. Вот сейчас мы подходим уже как раз к тому, что вот эти все макро-нутриенты и всё, что нам полезно из пищи получить, оно может всасываться только благодаря витаминам. Витамины являются как бы такими коферментами. Это такие вещества, которые помогают проходить различным биохимическим реакциям. И в том числе и фитохимические вещества. Вы просили говорить человеческим языком, но там совсем не человеческие названия. Самые такие, может быть, которые известны на слуху, это ликопин. Ликопин содержится в помидорах. И ликопин известен своими противораковыми свойствами. Рекомендуют употреблять, особенно мужчинам, потому что это профилактика рака предстательной железы. И что ещё замечено, что ликопин становится более усваиваемым после термической обработки. То есть томатная паста лучше, чем сырой помидор в плане усвоения ликопина. Я помню, что один из врачей, философов древности, Гиппократ, говорил, что мы своими зубами или ртом выкапываем себе могилу или же жизнь продлеваем. Я думаю, что где-то он прав, и, наверное, вы скажете да или нет. И, знаете, вопрос. Вопрос, который хочу озвучить. Какая еда? Потому что я слышал о живой, мёртвой еды. И многие об этом говорят. Вы даже упоминали диеты определённые, похудение, для худения, для, я не знаю, лечебные диеты. Даже в больницах есть определённые диеты. Стол номер один, два, три, я там слышал просто. Теперь, какая еда является здоровой и хорошей для нашего иммунитета? Вот смотрите, если мы зададим себе вопрос, какую еду мне лучше выбрать для того, чтобы быть здоровым, хорошо себя чувствовать, то какие у нас критерии? В первую очередь, конечно, еда должна быть питательной, да, то есть там должны быть какие-то питательные вещества. Но во вторую очередь, и, наверное, не последнюю, это именно те вещества, которые делают её наиболее полезной. Вы слышали такое понятие, как суперфуд? Суперфуд. Да, вот сейчас это тоже такая модная фишечка. Я слышал о джанкфуд, то есть это плохая еда. Нет, нет, вот мы сейчас про суперфуд говорим. А теперь суперфуд. Да, вот одно время ягода Годжи была суперфудом. А, да, да. Потом, значит, черника, потом, например, имбирь, это тоже суперфуд. Чеснок, лук, это всё суперфуды. Почему? Потому что в этих продуктах вот есть много, очень много на самом деле продуктов, в которых в такой концентрации находятся все питательные вещества и полезные вещества, и витамины, и микроэлементы, и фитохимические вещества. Они там как бы сконцентрированы, что даже маленькое количество этой еды, оно приносит большую пользу организму. И поэтому это суперфуд. Поэтому черника столько стоит. Вообще все ягоды. Все ягоды – это суперфуды. И если сейчас ещё нет свежих ягод, то можно использовать замороженные. У кого есть в морозилке или даже в магазинах, я видела, очень много продаётся замороженных ягод. И малина, и клубника, и облепиха, и клюква. А что скажете об этих сушёных, высушенных? Даже замороженные, я бы сказала, что в предпочтение. Потому что в сушёных ягодах, как правило, они обработаны сиропом сахарным. И в них как бы дополнительное количество сахара уже присутствует. То есть это консервант. Да, как консервант, который позволяет сохранять эти. Ну, сушёные тоже можно, конечно же, использовать. Просто надо учитывать, что калорийность у них будет выше. А, соответственно, польза чуть-чуть ниже. Вот. Я напоминаю нашим радиослушателям, это не реклама. Это не реклама. Тем не менее, что касается суперфудов, то мы не можем питаться только ягодами. То есть картошку тоже никто не отменял. Но как эту картошку сделать максимально полезной? Молодёжь, конечно, проголосует за картофель фри. Это совсем не полезный вариант картошки. Это очень калорийно и содержит много жира. И этот жир, которым жарится картофель, он становится транс-жиром. То есть меняет свою структуру. И это вообще не полезно. Но отварной картофель, запечённый картофель, картофель в мундирах – это очень хороший диетический продукт. Но нельзя кушать только картошку, я уже говорила. Картофель содержит в основном крахмалы и углеводы, но в то же время там есть и некоторые белки и ценные аминокислоты. Но неполный состав. И некоторые критики вегетарианского питания, они говорят о том, что невозможно из растительной пищи получить полноценный белок, потому что вот в пшенице содержится неполный набор аминокислот, в картофеле неполный, в бобовых неполный. Но, друзья мои, мы можем это всё совмещать. Мы картофель можем употреблять вместе с бобовыми. Это может быть либо нут, либо фасоль. То есть немного картофеля, немного нута и много свежего салата с зеленью, с какими-то корнеплодами. То, что нам доступно. Я не говорю о том, что вот сейчас такое трудное время, когда люди многие расстались без работы, без зарплаты. Есть какие-то запасы чуть-чуть, но это нужно экономно использовать. Давайте мы будем исходить из того, что есть, и будем выбирать еду, которая недорогая, но в то же время питательная. Это могут быть и морковь, и свёкла, и капуста. Даже. Капуста – это вообще отдельную оду можно спеть капусте, потому что капусты, и все вообще крестоцветные, это кладезь витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то, что позволяет нам оставаться здоровыми. Все виды капусты, начиная от нашей банальной, любимой белокочанной капусты и заканчивая брокколи, брюссельской, кальраби и кайл. Кайл, как её назвать, ещё есть и такая капусточка. У нас, к сожалению, её пока мало кто выращивает, практически я её не вижу в продаже. Но на Западе она широко уже распространена. А скажите, если вы можете помочь нашим радиослушателям и те, что смотрят нас по Фейсбуку, а какое сочетание продуктов, питания, оно лучше всего? Для того, чтобы наилучшим образом усваивались наши питательные элементы, потому что ведь пища, это не столько съеденная пища доставляет нам пользу, сколько усвоенная. Мы должны ещё усвоить это всё. Чтобы это всё правильно усваивалось, нужно правильно сочетать продукты. Это очень важный вопрос. И многие диетологи, нутрициологи практически только этим и занимаются, что подыскивают самые выгодные сочетания продуктов для решения той или иной проблемы. Но нам в данном случае нужно хорошо поддерживать иммунитет. Я уже про белок сказала, что аминокислоты белка дополняются. Например, либо пшеница плюс картофель, либо бобовые плюс картофель, либо рис плюс бобовые. И вообще, если вы, наверное, вспомните так, то по всему земному шару 80% человечества основой своего рациона имеет зерновые. Зерновые и бобовые. И вот, например, белая раса. В основном у нас больше всего мы употребляем пшеницу, рожь. Хлеб, хлебобулочные изделия, каши различные на основе этих круп. Желтая раса – это рис. Все азиаты, они все виды риса употребляют. Красные, такие более темненькие, загорелые, да? Картофель. Кукуруза. А, кукуруза. Да, кукуруза. Да, это вот есть листья зерновых. И черные, они просы едят. Просы. Просы – это пшенка по-нашему. Пшенная каша. Ну и плюс. Картофель. У кого-то это такой картофель, как у нас. У кого-то это сладкий картофель батат. И все виды бобовых. Это у кого-то соя, у кого-то нут, вот как турецкий горох. Чечевицы разные виды. Самые-самые разные виды фасоли и так далее. Это основа рациона. И обязательно это как бы половина. А вторая половина – это должны быть свежие овощи. В основном овощи. Фрукты тоже очень полезны, но все-таки фруктам мы отдаем чуть-чуть меньше места. Вот в нашей тарелке общей такой, если взять. Лучше не съесть пять яблок, но чтобы обязательно в течение дня был какой-то овощной салат. Хорошо, чтобы это был салат на основе капусты, например. И разные виды капусты хорошо употреблять каждый день. Это тот овощ, который никогда не будет лишним. То есть, честно сказать, вы меня удивили. Удивили тем, что капуста должна быть основной. Практически каждый день в каждом салате. Те, кто не любят капусту, нужно как-то ее полюбить. Нужно найти тот вид капусты, который будет вам наиболее подходить. Нужно научиться готовить капусту. Может быть, чуть-чуть бланшировать в кипятке. Если, допустим, вот некоторые люди говорят, что им не подходит цветная капуста в сыром виде. Или брокколи в сыром виде. Хотя в сыром виде они наиболее полезны. Вот эти фитохимические вещества, которые являются антираковыми, антиоксидантами, они в сыром виде в основном присутствуют. А если они обработаны, я знаю, квашеные, к примеру, капусты? Квашеная капуста – это отдельный продукт. Она очень полезна за счет молочно-кислого брожения. Вот это именно молочно-кислое брожение, не спиртовое брожение, не винное брожение, не то, которое будет нас пьянить, а молочно-кислое брожение, оно очень полезно для микрофлоры кишечника. Вообще в нашем кишечнике от 2 до 3 кг бактерий живет. Вы знали об этом? Удивительно. И благодаря вот этим маленьким существам мы синтезируем многие витамины, мы усваиваем многие витамины, и наш иммунитет на 90% зависит от бактерий нашего кишечника. Удивительно. Вы знаете, много я слышал из семинаров о здоровой пище и о питании, но вот всегда удивляюсь. Это целый мир. Это очень большая наука на самом деле. И не все так просто, не все так однозначно. Спасибо большое. Вопрос, который всех волнует. Значит, мы в изоляции, самоизоляции. И вот в этом карантине мы боимся, наверное, многие боятся, что когда придет время выйти из дому, не знаю, какую одежду нужно будет одеть. Кому-то, наверное, кто-то, может быть, и похудеет, я не знаю, потому что все-таки волнуются люди. Причины этому очень много, потому что есть средства существования, и этот фактор немаловажный, то есть психологический фактор. И он сказывается на образе питания. И вы знаете, когда сидишь дома, думаешь, ну ничего не трачу, вроде как бы никаких элементов там, я знаю, не двигаюсь, мало гиподинамия. И вот теперь мне еще и кушать. Лучше не буду кушать. Или наоборот. Вот сидим целый день и жуем. Теперь вопрос к вам. Ну, он такой, знаете, с большим вызовом. Потому что средств и советов очень много есть на пространствах интернета. Но все же вам вызов. Как не набрать лишнего веса вот в периоде пандемии? Во-первых, мы должны трезво понимать, что если мы меньше двигаемся, а мы сейчас меньше двигаемся, как бы мы не хотели, то мы должны меньше употреблять еды, соответственно, меньше калорий. То есть если мы, у нас гиподинамия, а двигаемся мы, наверное, между спальней, диваном и кроватью, да. Диваном и кроватью или кухней, и это все наши движения, конечно, наверное, логично. Нужно будет снизить дебет поступления. Да, нужно будет уменьшить количество еды. Просто вот физическое количество еды нужно уменьшить. Особенно это касается тех, кто были более активными, то есть кто занимался активно спортом, кто вел такой более активный образ жизни, а сейчас он лишён этой возможности. И, соответственно, чуть ли не в половину нужно убрать количество еды. Таким образом, как бы восполняя свои основные потребности, да, вот основной обмен никто не отменял, потому что мы дышим, наше сердце бьётся, наши какие-то биохимические реакции идут, и на это тоже тратится определённое количество калорий, от 1000 до 1700 калорий, в зависимости от возраста, от веса, от пола и так далее. То есть это 1700 калорий? 1000-1700 калорий – это минимум тот, который нам необходим для жизнеобеспечения. Даже если мы сядем пассивно? Даже если мы просто лежим вот пенёчком таким вот. Организм потребляет энергию? Да. Вырабатывает энергию? На дыхание, на питание наших клеток, на мышцы, у нас ещё есть мышцы пока, мы ещё не атрофировались, на всё это необходимы калории, и вот они тратятся. Это такой минимальный основной обмен. И если всё-таки мы какую-то уборку затеем в квартире или, может быть, разминку лёгкую, зарядку, то на это тоже нужны калории, поэтому мы можем себе ещё накинуть так 500, может быть, 700. Печенька. Нет, давайте не про печеньки, просто я говорю сейчас про калории. Почему мы рассуждаем такими позициями, как калории? Потому что это наиболее понятно в том смысле, что это как деньги. Вот сколько стоит булка хлеба? Да, сколько стоит булка хлеба? 7 лей. Какой калораж, кусочка хлеба, допустим, 120 килокалорий. Вот мы знаем, кусочек хлеба стоит 110, например, килокалорий. Белый хлеб столько стоит, чёрный хлеб. Вот для нашего понимания это удобно, хотя, конечно, трудно подсчитывать очень тщательно калории, тем не менее мы должны в этом чуть-чуть разбираться, для того, чтобы контролировать, что мы едим и сколько мы едим. И в первую очередь, вот, наверное, такой самый важный совет, это выделить продукты с высокой калорийной плотностью, которые очень калорийные продукты, и их ограничить, либо вообще убрать. Слишком калорийные продукты. Какие? Да, хороший вопрос. Между прочим, все масла, все орехи, все сладости – это высококалорийные продукты. Сухофрукты – это высококалорийные продукты. И если мы мало двигаемся, если мы хотим все-таки какой-то объем пищи употреблять, чтобы у нас была сытость в желудке, то мы не сможем получить эту сытость с помощью совсем маленькой горстки еды. И если это еда с высокой калорийной плотностью, ее мало по весу, но она калорийная. Поэтому нам нужно обратить внимание на продукты с низкой калорийной плотностью, такие, например, как капуста, или какие-то другие овощи, морковь. Они имеют низкую калорийную плотность, но занимают больше объема в желудке. И таким образом дают нам и сытость, и это плюс медленные углеводы, которые медленно усваиваются в нашу кровь, не дают резких скачков сахара, не дают резкого выделения инсулина, и тем самым способствуют тому, что у нас нет резких перепадов, что вот мы были сыты, а потом резко стали голодные, и опять ищем чего бы поесть, хотя времени прошло совсем немного. Ну и что еще? С одной стороны, плюс на карантине, что мы едим дома, и мы можем полностью контролировать, что мы едим, мы можем сами себе приготовить. Но минус в том, что эта еда очень доступна нам. И если раньше мы ходили на работу с работой, у нас были какие-то временные промежутки, не всегда еда нам была доступна, то сейчас она нам доступна. Поэтому нам важно сформировать какой-то режим. Режим питания. Питаться лучше всего 2-3 раза в день. Вот это лучше всего. Все, что дробное, вот дробное питание есть в лечебном таком питании, такой протокол, это риск, потому что, когда мы начинаем дробно питаться, есть риск, что мы с каждым этим дробным приемом пищи будем перебирать в количестве, и тем самым мы съедим больше калорий, которые нам нужны, и мы их не сожжем в течение этого дня. Это все будет откладываться уже в жировые запасы. Поэтому 2-3 раза в день оптимальное количество приемов пищи. Если даже полезная пища, ее тоже нужно ограничить. Да. Полезную пищу нужно ограничить. Нужно выбрать с меньшей колоритной плотностью продукты. Нужно кушать медленно. Есть еще такое правило одной тарелки. То есть вот мы положили себе еду в тарелку, и мы больше уже туда не добавляем. Вот это то, что нам нужно съесть. Вот мы можем положить туда все, что считаем нужным, но это одна тарелка, и все, мы больше туда не добавляем. Мы медленно с удовольствием все это съедаем, с благодарностью Богу, и встаем из-за стола и уходим. Больше мы ничего не ищем, чего бы еще куснуть. Даже если остается еще легкое чувство голода. Вставать из-за стола нужно, с легким чувством голода. Это трудно. Я по себе знаю. Это трудно. Но к этому нужно стремиться, и это правильно будет. Через какое-то время сытость приходит. То есть, ну, насколько я понимаю, что даже желудок, он уменьшается, и начинает уже давать сигналы, что уже сыто, все, он полный, и поэтому даже... И полчаса, если мы едим, хотя бы 20 минут. Вы когда-нибудь засекали время, сколько длится ваш прием пищи? Вы знаете, нет. Я засекала. Я могу за 3 минуты поесть, могу за 5 минут поесть. И самое длинное принятие пищи – это 7 минут. Это очень быстро. Это, наверное, вот привычка еще со студенчества, я не знаю откуда. Это очень плохо. На самом деле, все, кто быстро едят, они все переедают. То есть, это как закон, аксиома, не нужно даже доказывать. Все, кто медленно едят, им гораздо сложнее съесть больше, чем нужно. Наверное, чувство голода, нужно ли с ним как-то свыкнуться или нужно переосмыслить его? Ну, голод не тетка. С голодом вообще очень трудно дружить. И когда человек голодный, он становится злой и раздражительный. Еще такое правило – хочешь кушать – попей воды. Очень важно пить достаточное количество воды. Воду пить не залпом, а воду пить как бы смакуя, глоточками. Воду пить комнатной температуры или такой приятной, теплой, не слишком теплой и не слишком холодной. Приятного, комфортного, такой комфортной температуры. И воды пить достаточно, для того, чтобы немножечко обмануть. Потому что часто чувство голода мы путаем с чувством жажды. Организм там так вот так подает нам сигнал, что якобы нужно есть, а по сути дела нужно пить. И если у нас вот запланирован обед на час дня, ну давайте до часу продержимся. А если у нас ужин в шесть, ну давайте до шести тоже не будем ничего перекусывать. И постараемся выдержать эти промежутки. Будем читать книги, будем делать, может быть, какую-то легкую зарядку, разминку. Сделаем что-то по дому, погладим, вытрем пыль, помоем полы. Влажная уборка обязательно каждый день. Приготовим вкусную и полезную еду. Сейчас у нас есть возможность готовить на один раз. Не готовить на два-три дня, а готовить так, чтобы вот за один раз съесть. И вот на это всё можно тратить время и тем самым не есть лишнего. Ну что ж, спасибо большое. Вы знаете, насчёт голода, насчёт чувства, но всё-таки вы говорите о самодисциплине. Нам нужно самодисциплинироваться. Без неё никуда. Мы продолжаем нашу дискуссию и сегодня мы поговорим о биологических активных добавках в пище и как соотносятся они с здоровьем, насколько они полезны для здоровья. То есть я читал, знаете, много литературы по этому вопросу. И одни считают, что это хорошо, другие плохо. Но вот реакция людей, она разная. Не знаю, но у меня самого были некоторые коробочки. Я начал что-то с них употреблять. Так они и остались. Я даже не знаю, наверное, и срок годности уже прошёл, надо пересмотреть и выкинуть. Что вы скажете, как биохимик, как микробиолог, что касается вот этих биологических активных добавок? На сегодняшний день, если говорить о распространении употребления биологически активных добавок, то очень много людей их употребляют. И в достаточно значительном количестве. Особенно это касается спортсменов, это касается каких-то людей с определёнными проблемами здоровья. Многие-многие-многие люди либо сами выбирают для себя, что употреблять, либо им прописывают это врачи, их лечащие. И кое-что они употребляют на протяжении, можно сказать, всей жизни. То есть постоянно, с некоторыми перерывами. Но почему они существуют? Почему рекомендуют даже врачи? Во-первых, питательная ценность пищи нашей постоянно снижается. И качество еды не всегда удовлетворяет всем потребностям организма. То есть может развиться нехватка магния, цинка, селена, ещё каких-то других микроэлементов. Это как раз происходит тогда, когда питание не вполне сбалансировано. То есть не ест чеснок и лук человек, не переносит или там ещё что-то. У него может развиться нехватка селена, например, или какого-то ещё другого микроэлемента. Но даже не об этом сейчас речь. Очень много компаний, производящих биологически активные добавки, они просто, ну как бы так, агрессивно навязывают нам их купить. И вот этот агрессивный маркетинг, он, конечно, отталкивает. Любой здравомыслящий человек понимает, что всё-таки лучше употреблять все эти питательные вещества, конечно, из натуральной еды. и стараться потратить эти деньги. Как правило, биологически активные добавки ещё и немало стоят, особенно если это из сетевого маркетинга. Потратить эти деньги лучше на натуральную еду, чем на пилюльки какие-то. Потому что, видите, я сейчас скажу как потребитель. Я не знаю, из чего там сделано. Может, там целая химия. Откуда мне знать? Какая гарантия, что именно вот эти вот они полезны? Ну, допустим, бывают производители, которым мы можем доверять. Тем не менее, насколько это оправдано и нужно? Вот давайте сейчас об этом поговорим. Мы с вами говорили о том, что еда — это наши питательные макронутриенты и микронутриенты, или как бы ещё они называются минорные нутриенты. И они очень важны. Они важны для наших всяких биохимических реакций. И когда люди сейчас, учёные изучают патогенез, например, болезни цивилизации, там, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее и тому подобное, они видят, что для возникновения тех или иных патологических реакций играют роль определённые вещества, которых в пище она может не хватать. Вот, например, омега-3 жирная кислота. Она необходима для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. И многие врачи говорят своим пациентам, либо вы каждый день едите морскую рыбу или каждый день употребляете семя льна, либо вы покупаете биологически активную добавку в виде вот этих вот пилюлик с жиром внутри и употребляете это как биологическую активную добавку. Я не вижу чего плохого в этом. Я тоже. Дело в том, что омега-3 на самом деле трудно получить нам из пищи. Семя льна не каждый день мы едим. Это 2 столовые ложки примерно. Доза, вот если кто-то не хочет покупать, нужно размолоть, нужно это всё добавить, например, в утреннюю кашу и съесть. Но можно и тысячу миллиграмм этой омеги-3 выпить в виде капсулы и курсом, например, 3 месяца пропить эту омегу, потом в месяц сделать перерыв, потом опять пить. То есть ничего в этом нет плохого, если позволяет кошелёк, если вы уверены в производителе, потому что омегу-3 очень многие подделывают и часто на рынке встречаются некачественные продукты. Поэтому важно знать, у какого производителя ты покупаешь. Если уверен, пожалуйста, можно употреблять. И даже полезно. То есть это та биологически активная добавка, которую я бы могла рекомендовать. Либо семя льна, либо омега-3 в виде капсул. Даже и семя льна, но не дешёвая. Не дешёвая, но тем не менее. Да. То есть я к тому, что если сделать сравнение, биологическую добавку взять или же семя льна, я думаю, здесь проблема, наверное, в комфорте. И второе, это в усвоении. Затраты времени, труда и усвояемости и так далее. Следующая биологически активная добавка, на которую бы я хотела обратить особое внимание, это витамин D. По результатам клинических исследований было выявлено, что население земного шара на 60, а то и 80 процентов состоит из людей, у которых дефицит витамина D. Вы меня удивили. Причём витамин D в дефиците даже у тех, кто живёт на экваторе. Где много солнца. Где много солнца. Но там, где много солнца, вот там, где темнокожие люди, их кожа не пропускает в достаточном количестве ультрафиолет под кожу и не вырабатывается этот витамин D, как должен вырабатываться. Таким образом, и светлокожие, и тёмнокожие, и люди, живущие за 30-й параллелью, и люди, живущие на экваторе, практически все склонны к тому, чтобы иметь дефицит витамина D. Поэтому витамин D можно и нужно принимать в биологически активной добавке либо в лекарственном препарате, проконсультироваться со своим лечащим врачом. Мы сейчас не будем давать пропись, но такие усреднённые дозы, это от 6 до даже 10 тысяч международных единиц в день употреблять нужный витамин D для того, чтобы создать определённое депо и чтобы его хватало. Потому что витамин D, он играет очень большую роль в иммунитете. Теперь вопрос вам. Что касается биологических активных добавок. А какие вы именно биологически активные добавки рекомендовали бы? Вот вы лично, нашим слушателям и тем, что смотрит нам. Ну вот, как я уже сказала. Значит, витамин D. Да, омега-3, витамин D. И если у вас хотя бы раз в жизни был дефицит витамина B12, и вы об этом знаете, то вы периодически должны употреблять витамин B12. А как это периодически? Это, смотрите, если есть подозрение, но это вы с лечащим врачом своим выясняете, если есть подозрение, что в вашем желудочно-кишечном тракте витамин B12 плохо усваивается, например, бывают такие состояния, то значит, раз в месяц нужно делать инъекции витамина B12. А если таблеточки? А если все-таки с усвоением вопросов нет, то таблеточки обычно по 2 миллиграмма. Дозировка нужно принимать каждый день. Опять же, можно месяц-два-три принимать и потом делать месяц-перерыв, и потом опять принимать. Месяц-перерыв и опять? Да. И так всю жизнь? И так практически всю жизнь. Доза 2 миллиграмма – это такая, ну, минимальная доза, которая необходима, тем более, что мы понимаем, что не все усвоится из этого, да? Поэтому так. Насколько я читал про витамин B12, он где-то из всего поступляет, то, что поступает, весь объем, который поступает в организм, усваивается где-то 14%. То же самое касается и витамина D. Почему и предлагается употреблять его в таких количествах, как 6-10 тысяч, потому что из этих 6 или 10 тысяч усвоится, может быть, 25-30%. То есть вы говорите об основных биологических добавках, которые вы рекомендуете. Это омега-3. Витамин D и B12. Витамин D и B12. А если оно в группе B1, B6, B12? Если есть поливитамины, да, есть B-комплексы, много таких препаратов на рынке, да. Можно подобрать себе препараты B1, B6, B12. И есть еще более развернутые B-комплексы с 6-ю витаминами и так далее. То есть витамины группы B. Но что еще хочу сказать? Вот мы не говорили о клетчатке сегодня, но клетчатка является тоже очень важным компонентом питания. И на самом деле наше здоровье очень сильно зависит от количества клетчатки, которые содержатся в нашей пище. Рекомендуется до 50 грамм клетчатки в день употреблять. Клетчатку мы употребляем, когда едим фрукты, да, когда едим овощи, та же капуста, нами любимая, а также цельнозерновые крупы, то есть не шлифованный рис, да, перловая крупа, может быть пшенная крупа, гречка тоже содержит клетчатку. Есть крупы шлифованные, обедненные совсем, вот такие как булгур, кускус, манная крупа, это крупы уже, которые лишены клетчатки. И когда все-таки в нашем рационе, может быть, есть и такие обедненные крупы, то нам надо добавить дополнительное количество клетчатки. Сейчас очень много продается в магазинах. Пшеничные отруби, кукурузные отруби. Их надо добавлять дополнительно в еду. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами и говорили такие важные вещи. Конечно же, и что касается биологических добавков, и те рекомендации, которые вы сказали, это все для вас, дорогие наши радиослушатели и наши зрители по Фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова